Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». Ежегодно в Липецке проходит международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения», на котором поднимаются важные социальные и духовно-нравственные вопросы. Тему продолжит рубрика «Епархиальные вести». 10 и 11 ноября в стенах Липецкого государственного педагогического университета имени Семенова Тяньшанского прошел 17-й международный форум «Задонские свято-тихоновские образовательные чтения». В этом году их темой стало формирование национально-духовной идентичности в современном социокультурном пространстве. Самообытность в том, что наши предки больше тысячи лет назад избрали новое религиозное течение, которое повсеместно охватило землю Древней Руси. И сегодня мы с вами видим, когда наши соотечественники находятся далеко за рубежом, это было и после 17-го года прошлого века, и в перестройки, после перестройки годы первые, когда они уезжали очень далеко от Родины, то кроме своего благоустройства у них всегда была забота о возведении Дома Божия в той культуре, в той традиции, к которой они привыкли. Это религиозное направление прошло через нашу культуру, через наш дух, через наш быт, и мы без этого уже не можем быть. Извините, где бы вы в какой семье не были, все равно какой-то символ присутствия православия будет. Либо в традиции освящения куличей, либо в погребении усопших, либо в, ну, народится младенец, ну, как-то его нужно все-таки окрестить, подумать, да, не знают, но об этом хлопочут, и все заботятся, как это сделать. Вот это особенность нашей уже культуры. И мы просто религию, мы ввели в часть своей жизни, и без ней уже не можем жить. Самобытность нашего народа связана, прежде всего, с тем, какую веру мы исповедуем, это прежде всего духовность, на которую она нас нацеливает и направляет. Наши территориальные особенности, климатические, вот этот весь комплекс сформировал уникальное явление русский человек. Причем здесь неважно, какой национальности этот человек, но если семья живет на протяжении какого-то количества поколений на нашей территории, и в любом случае исповедуем, может быть, даже другую религию, но все равно находится в пространстве православной веры, это формирует русского человека. Русский народ вышел из вод Днепра качественно другим. Он вдруг после таинства крещения почувствовал особую ответственность за свой род, за свою страну, за свое отечество. И потом вот это вот ощущение передавалось из века в век. В конечном итоге сформировалось наше мировоззрение. И вот эта вот вера, традиция, культура, язык, память историческая, все это нас воедино соединяло невидимыми ничами. По сути своей, это и формировалась наша, значит, национальная идентичность. Она, конечно, огромное влияние оказала на развитие нашего отечества, и формировался под ее влиянием характер русского человека, а потом проявлял себя на поле брани, а потом, можно назвать очень большое количество сон святых великих дал, наша страна дала, наше отечество дало другим народам в том числе. Можно вспоминать и Александра Невского, 800-летие которого в этом году мы отмечаем, и сетителей Тихон Задонского, и Сергия Радонежского, и Пушкина, и Достоевского, и можно много называть наших великих сынов нашего отечества, которых надо не забывать, которых надо, так сказать, передавать будущим поколениям, чтобы они тоже передавали другим поколениям, таким образом сохранить нашу страну. По традиции форум открылся молебным святителю Тихону Задонскому, который совершил доцент кафедры философии, политологии и теологии, протерея Олег Безруких. В чтениях приняли участие духовенство представители администрации области и города, педагоги, медработники, студенты. В своем приветственном слове Высокопресвященнейший Арсений, митрополит Липецкий-Задонский, обратил внимание на растущие тенденции в насаждении ложных ценностей среди русского народа. Первый канцлер Германской империи в свое время Отто фон Бисмах говорил, русских невозможно победить. Мы убедились в этом за много лет. Но русским можно проявить лживые ценности. И тогда они победят сами себя. Агрессивное насаждение лживых ценностей, уничтожающие человеческое достоинство как образы и подобие Божия, характеризует во многом современные тенденции, изменяющиеся социокультурные пространства не только России, но и всего мира. Прежде бывшие христианскими страны все более принимают вид Содома и Гаморы, отказываясь от своего многовекового христианского наследия. Мы же живем чайным будущего века. Наша конечная цель – не мировое господство и безудержное потребительство, а спасение души для вечности. И сегодня, как никогда, важно поддержать неокрепшие молодые умы, познание христовых заповедей, зарождение желания шествовать христианским путем, который должен каждого из них привести к той цели, ради которой все мы совершаем подвиги духовного совершенствования. Приветствие от имени главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова передал его заместитель Александр Рябченко, отметив актуальность формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи. Председатель Липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов в формате онлайн поздравил участников форума с его открытием. В этом году из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, большинство докладов также прозвучали онлайн. И благодаря видеосвязи все желающие могли наблюдать за работой формы в интернете. Размышляя о русской идентичности, многие докладчики обращали свое внимание на огромную роль православия в ее становлении. Формирование русской идентичности огромную роль сыграла православная вера. С другой стороны, события XX века показали, что значительное число русских стало неверующими, не утратив при этом национального самосознания. И все же утверждение о том, что каждый русский должен признавать православное христианство основой своей национальной культуры, является оправданным и справедливым. В работе формы приняли активное участие представители других стран. Участников чтения приветствовали главный эксперт по религиозным вопросам муниципалитета Пловдива Петр Грамматиков, доктор богословского факультета Софийского университета Святого Климента Охрецкого Кастадин Нушев, болгарский писатель Донча Дончев, профессор кафедры теологии Пловдивского университета Паисия Хелиндарский Адриана Любинова. Заведующий кафедрой философии общецерковной аспирантуры докторантуры имени святых равнопостных Кирилла и Мефодия Владимир Катасонов в своем докладе обратил внимание на губительную замену веры в Бога гуманизмом, позитивизмом, социализмом. А исполняющий обязанности заведующего кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина протерей Сергий Рыбаков отметил, что главным фактором радикализации молодежи является десакрализация образования. Большой интерес вызвало выступление общественного деятеля Дмитрия Абрикосова, рассказавшего о строительстве Успенского храма в Праге, которое стало возможным благодаря его прабабушке Надежде Крамарш и Ольшанскому братству. Очень интересны задачи этого братства и его цели. Это не только уход за русскими могилами, это не только отпевание покойных и совершение торжественных богослужений в построенном, освященном русском православном храме. Это прежде всего сохранение культурно-религиозной традиции, организация паломничеств, поездки в братские тогда славянские государства, поддержание связи между русским исходом, где бы он ни находился, от Харбина до Нью-Йорка. В очередной раз форум Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения поставил важные задачи перед участниками и предложил пути, по которым наша страна сможет избежать духовно-нравственного упадка. Огромное влияние оказывает западный образ жизни, западное или мышление, или отсутствие, можно так сказать, такая мнимая свобода. И, к сожалению, часто мы забываем о своих духовных корнях, духовно-нравственных корнях, о нашей христианской вере, которая является как бы государственно образующим фактором. Потому что мы знаем и в Священописании Ветхого Завета, когда хотели победить израильтян, обращались к пороку. Порок сказал, говорит, духовно и нравственно, разратите этот народ и с легкостью можете его победить. Хотелось бы достучаться до сердец и умов современной молодежи, конечно, это самая активная часть общества, самая такая креативная, созидательная. Во многом зависит, куда будет направлен вектор их силы, их стремления. И от нас это, конечно, во многом зависит, как мы сможем найти этот подход, как мы сможем помочь в правильном выборе современной молодежи. Это, в принципе, единственный форум международный, такого, скажем, высокого класса, который объединяет большие и широкие круги слои населения. И в то же время это наша изюминка. То, чем мы знамениты и интересны для всей России. Потому что сама по себе фигура и как бы Тихон Задонский это наше лицо, такой человек, о котором, как только мы произносим это имя, говорим, Тихон Задонский, все сразу понимают, откуда мы, откуда мы родом. Потому что не зря и город Задонск называют как бы малой родиной, малым Иерусалимом. И труды Тихона Задонского, они известны по всему миру, по всему миру почитается. И очень много интересного можно найти именно для молодого поколения. Интерес к чтениям с каждым годом все больше растет. В них принимают участие представители Липецкой области, других регионов и стран, в том числе Китая и Сирии. Работа большинства секций образовательного форума проходила 10 ноября. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой участники, за редким исключением, представили доклады дистанционно. Темы секции традиционно были связаны с религиозным образованием, православной верой и ее местом в нашем обществе. На сегодняшний день, к сожалению, наша культура, российская, ну и общемировая, она оторвана абсолютно от религиозных корней, вернее, скажем так, от традиционных религиозных корней. И это очень большая как бы ошибка, заблуждение современного человечества, поскольку культура происходит от слова культ, то есть имеет свои прямые корни и истоки в религиозном сознании. Поэтому мы пытаемся эту пропасть перескочить, ликвидировать. Ну, как это получится, посмотрим по результатам чтения. Приближающийся 2022 год будет посвящен юбилейной дате со дня рождения царя Петра Алексеевича Романова. Поэтому в последнее время на многих образовательных мероприятиях находятся желающие побеседовать о жизни и деятельности первого императора России. К сожалению, существует такая мифологема, там, со второй половины 19 века, что Петр Первый западник, что, значит, его реформы, они якобы там разрушили целостность церкви. На самом деле все не так просто, поскольку, во-первых, Петр не был западником, а он был человеком глубоко русским. И в своих записках он писал нам Европа нужна лет на 30-40, потом мы к ней задом повернемся. И заимствовал в основном, прежде всего, конечно, технологию, образование и так далее. Что касается культуры, то светская культура, конечно, была тоже Петром заимствована, но она ведь положила начало Академии художеств, Академии наук и так далее. Что касается церковных реформ, тоже не все однозначно. Дело в том, что Петр, как православный император, так сказать, император Третьего Рима, он не мог ни ликвидировать патриаршество, потому что это прерогатива церковного собора и вселенских патриарков. Он мог только вести переговоры с ними о необходимости существования в России патриарха. И огромную роль, скажем так, в ликвидации патриаршества в России сыграл не Петр Первый, а Константинопольский патриарх, который, существует переписка, который рекомендовал Петру создать постоянный собор, все речь Сенот, по аналогии с Римской империей. Там был Сенат и Сенот. То же самое было в России. Поэтому вот эти все вопросы надо разъяснять. Не случайно патриарх Кирилл в этом году посвятил рождественские чтения правлению Петра. Одна из главных секций «Православное богословие. История и современность» уже несколько лет рассматривает актуальные вопросы и задачи православной миссии, используя для их решения опыт отцов церкви, накопленный за два тысячелетия. Русская культура, как сегодня говорится, она базируется на религиозных ценностях, на религиозном мировоззрении. А богословие как раз оно осмысляет вот это мировоззрение религиозное. Что такое богословие? Это учение о Боге, его взаимоотношении с миром. Вот что такое богословие. И все разновидности изучения Бога, каков наш Бог, и каково его отношение к миру, и каково наше отношение к Богу, вот это и есть богословие. То есть это базис, на котором базируется все остальное. И нравственность, как себя вести, любовь. Вот если Бог есть любовь, то и мы будем подражать нашему Богу и любить Его. Если Бог есть жертвенность, то и мы будем жертвенными. Если Бог есть смирение, терпение, то и мы будем терпеливыми. То есть каков наш Бог, такими будем и мы. Поэтому богословие – это базис. И поэтому необходимо, конечно же, это постоянно осмысливать, наши вот эти вот богословские основы, наш фундамент, мировоззренческий фундамент. Похожие вопросы рассматривает секция «Православие в истории России», которая поставила цель проследить развитие православного образования, служения и проповеди в нашем Отечестве. Докладчики представляют доклады, в которых отображается влияние образования в исторической перспективе. Есть доклады, которые описывают состояние духовно-нравственного посвящения в начале 19 века, есть в конце 19 века, в начале 20 века. В общем, наша секция дает нам информацию, и не только нам, а всем слушателям, каково было воспитание, образование в тот или иной период. Есть тема, которая посвящена научно-историческому отделу Федоровского института Переслава Зарезского. Мы потихонечку черпаем знания о том, как развивались исторические события у нас. Вот из одного из докладов я узнал о том, что впервые записки за богослужением появляются только в конце 17 века. Доброй традицией является участие большого количества студентов и преподавателей светских и духовных учебных заведений в секции православия и образования, которой руководит протеерей Олег Безруких. Это и доктора наук, и профессора, и кандидаты наук, и доценты, и студенты, и магистранты. Причем и география тоже очень достаточно разнообразная. Здесь и Крым, Севастополь, здесь и Карелия, и Санкт-Петербург, и Воронеж, и Елец. Всех не перечислишь. А тематика, ну, в общем, тоже достаточно пестрая. Но вот, например, православие-главное духовное и нравственное опоро современного образования. Вот эта тема как раз выражает, ну, вообще вот всю нашу секцию. Действительно, вот с того времени, как у нас закончилось тотальное такое государственное давление на наше образование, именно атеистическое исключительно, когда это все-таки эпоха закончилась, то верующие люди, образованные православные верующие люди, получили возможность как-то открыто говорить о христианстве, православии, и не только у себя в семье, как это раньше было допустимо, и не только у себя на приходах, но и в учебных заведениях, в том числе и государственных. И уже достаточно прошло много времени, с начала 90-х годов, когда это движение началось, и можно говорить уже о результатах, о плодах. Я бы хотел подчеркнуть, что вот благодаря хорошему духовному образованию, базовым знаниям образовости богословия, нам удалось, в общем-то, в большинстве регионов России избежать, ну, таких печальных евреев, например, сектанства на почве православия, когда порой люди, не имея базовых догматических как-то знаний, вероучительных знаний, легко становились адептами разных-разных хлынувших к нам после разрушения железного завица всевозможных секций, всевозможных каких-то искажений жизни, психологии человеческой. Будем надеяться, что новые знания, полученные участниками форума, помогут им в достижении главной цели чтений – объединений усилий церкви и государства, религиозного и светского образования в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. Мы завершаем нашу передачу словами святителя Филарета Московского. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Мы прощаемся с вами на неделю. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова